Издание такого уровня в Ангарске – большая редкость. Качество печати, глянцевая бумага и суперобложка – подобные альбомы в книжных салонах занимают лучшие места. Большой удачей выход издания считают и представители редколлегии, ведь книг о Байкале много, а вот таких альбомов просто нет. Держу этот альбом, когда я его листаю. Для меня Байкал, он предстает, он живой. Он становится живой, не просто становится глянцевой картинкой, да, из проспекта зарубежного, а он становится живой. Я вижу, что он может быть серым, и может быть невзрачным, но он в этой невзрачности прекрасен. Я вижу, что он может быть таким радостным, вот как, не знаю, разгулявшийся мужик, там, веселым, он может быть и таким. И вот поймать эти состояния, сохранить эти состояния – это вот у Александра получилось и получается. Автор снимков Александр Яснев увлекается фотографией более 30 лет. Лучшие кадры за этот отрезок времени и вошли в издание. Это и цифровые снимки, и кадры с негатива в прошлых лет, которые бережно хранит мастер. Как говорит он сам, в альбоме прослеживается логическое развитие. Читателю будет интересно узнать, а что же дальше. При этом в каждом снимке – состояние художника, которое он переживает вместе с величественным и изменчивым Байкалом. Большое внимание автор уделяет композиции и деталям, вокруг которых строится кадр. Снимается пейзаж. Пейзаж – это не среда. Среда – это вот камни, да, вода, небо. Оно все есть, оно всегда есть. А сложить из этого пейзаж – это немножко другая история. Снимки сопровождает текст на английском языке, так как издание предназначено для гостей из-за рубежа, которые приезжают в наш город и туристов. Художественный перевод как бы вплетен в основу, которую составляют роскошные байкальские пейзажи. Найти фотоальбом можно в Музее часов, сети продолит, иркутских книжных салонах и в поселке Листвянка. А почти через месяц ангарчане смогут получить издание с автографом Александра Яснева. В конце июля в Музее минералов состоится его первая персональная фотовыставка. Елена Токмина, Владимир Селиванов, Местное время.